Многие из них ни разу не были на Алтайской земле. Профсоюзные лидеры из Московской области и разных регионов страны приехали в Барнаул на семинар, который проводит Краевой профсоюз строителей. Повод особенный. В этом году Алтайской организации профсоюза строителей исполнилось 70 лет. Цель мероприятия, конечно, это активизация профсоюзного движения, здесь конкретно в профсоюзе строителей. Встреча, связи, обсуждение проблем внутренних, обсуждение проблем внешних. Внешних задач обмен опытом, по большому счету. Для меня это возможность общаться с коллегами, с лидерами профсоюзными других регионов, чтобы понимать, а что еще мы можем сделать для того, чтобы свою работу сделать более интересной, качественной, привлекательной. Такие встречи, говорят лидеры профсоюзов, привлекают внимание к важной проблеме. Далеко не все участники строительной отрасли состоят в профсоюзном движении. Практически нет профсоюзных организаций, это в генподрядных организациях. Но это проблемы сегодняшнего дня, потому что они раздроблены, в основном как бы индивидуальные предприниматели. А ведь профессиональное объединение позволяет устранять пробелы в законодательстве, следить за охраной труда, что особенно важно в строительной сфере, и, наконец, протянуть руку помощи в нужный момент. Если взять одну организацию, не буду ее называть, там на сегодняшний день проблема закрытия этого предприятия. Почему? Потому что там скоро закончится ресурс, и нужно обращаться к министру. К министру для решения этого вопроса, потому что если остановится это предприятие, более 300 человек окажутся на улице. И кто как не профсоюз, должны озаботиться о людях, о предприятиях и о тех же руководителях. Коллеги из разных регионов обменялись опытом. Так, например, красноярцы рассказали, как они привлекают в строительную сферу молодежь и как работодателю получить уже подготовленного студента. Я услышал, у вас ежегодно 800 человек, упуская студентов, то есть строительной отрасли. У нас по Красноярску, то есть только по городу Красноярску, два учебных заведения, 2000 человек выпускает. У нас существует сейчас проект в плане того, чтобы на этапе 3-4 курса выпуска, то есть проводить небольшую школу по линии профсоюза, то есть это погружение в профессию, это экскурсии на предприятие. На встрече также обсудили важность взаимодействия между работодателем, профсоюзом и местной властью. Трехстороннее соглашение между работодателями, властью и профсоюзами. Вот этот документ, он в дальнейшем дает возможность работать трудовым коллективом с целью улучшения своих экономических, защищать экономические права. Для чего самая главная задача, которая профсоюзу стоит, защитить экономические права. По словам профсоюзных лидеров из других регионов, у Алтайского профсоюза есть большой потенциал развития, а главное понимание, что за каждым коллективом стоят люди. Ирина Корчагина, Егор Волков, День с толком. Продолжение следует...